История древнего мира. Города Эллады подчиняются Македонии. Македонский царь Филипп стремится покорить соседей. В середине IV века до н.э. во главе Македонии, маленькой горной страны на севере Балканского полуострова, стал умный и энергичный царь Филипп. Македонские цари находились под влиянием греческой культуры. Они строили театры, приглашали эллинских поэтов и художников. По просьбе царя Филиппа, учителем его маленького сына Александра, стал крупнейший ученый Греции Аристотель. Знатные македоняне свободно говорили, писали по-гречески. Филипп создал большую и боеспособную армию. Македонская конница состояла из знати, а пехота набиралась из пастухов и земледельцев. Каждый пехотинец получал шлем, кожаный панцирь, круглый щит, короткий меч и длинное копье. Фаланга строилась в 16 рядов. В бою первые шесть рядов держали двумя руками копья, направляя их в сторону врага. Первый ряд перед собой, а воины остальных рядов клали свои копья на плечи впереди стоящих. Если же часть вражеского войска заходила фаланги в тыл, то воины последних рядов поворачивались к противнику лицом. Тогда фаланга становилась неприступной со всех сторон. Недаром говорили, что она похожа на ощетинившегося железом зверя, которому опасно приближаться. Армия Филиппа имела метательные орудия, с помощью которых в противника бросали камни, бревны, большие стрелы. Такие орудия устанавливались также в огромных многоэтажных башнях на колесах. Сотни воинов толкали башни. Эти страшилища шумели и грохотали, приближаясь к осажденному городу и наводя ужас на его защитников. Стремясь покорить соседние страны, Филипп рассчитывал не только на военную силу. Он умело ссорил между собой своих противников. Нередко добивался успеха подкупом. Царь с издевкой говорил, что в самой неприступной крепости найдется калитка, через которую проникнет осел, нагруженный золотом. Потери Греции независимости. Филипп начал подчинять себе города Греции один за другим. Эти города были ослаблены тем, что в них шла ожесточенная, порой кровавая борьба между богачами и бедняками. Живший в то время, афинский писатель Исократ утверждал, врага боятся меньше, чем собственных сограждан. Богатые скорее готовы бросить свое имущество в море, чем отдать его беднякам. А для бедных нет ничего желания, как ограбить богатых. Исократ видел спасение родины в добровольном подчинении Филиппу. Он призывал его объединить всех элинов и вместе с ними двинуться по ходам против персидского царя. Но были и такие греки, которые выше всего ставили независимость и свободу своего родного города. В Афинах страстным и непримиримым противником Филиппа стал оратор Демосфен. Разъезжая по Греции и произнося гневные речи против македонского царя, он сплотил ряд городов для борьбы с ним. Знаменитая в истории Греции битва произошла близ города Хиронея в 338 году до н.э. В боевом строю с оружием простого воина стоял Демосфен. Македоняне превосходили греков численностью войск. Тем не менее, битва длилась долго. Под угрозой оказалось владычество Филиппа, даже его жизнь. Тогда царь притворным отступлением увлек за собой афинские отряды. Не разгадав хитрости, они бросились преследовать противника, призывая друг друга гнать врагов обратно в Македонию. В этот момент 18-летний Александр во главе конницы нанес по остальным эллинским отрядам сокрушительный удар. В виде успеха сына Филипп внезапно повернул назад и обратил греков в бегство. Убитых было множество. После победы вне себя от радости Филипп устроил пиршество прямо на поле битвы среди погибших воинов. Однако царем Греции умный Филипп себя не объявил. Он добился того, что греческие города поклялись ему верности и признали своим военным предводителем. Немедленно началась подготовка похода македонян и греков на персов. Приход к власти Александра. Все было готово к выступлению, но осуществить задуманный поход Филиппу не удалось. В Македонии шли празднества по случаю свадьбы царской дочери. Филипп, окруженный друзьями и телохранителями, направился в театр. Внезапно один из царских приближенных, выхватив из-под одежды изогнутый клинок, пронзил им Филиппа и попытался скрыться. Но стража догнала его и заколола. Навсегда осталась загадкой, по каким причинам убийца поднял руку на властителя Македонии. Новым царем войско провозгласило юного Александра. Александр Македонский решил продолжить дело своего отца Филиппа и возглавить поход в Азию. Древний писатель Плутарх рассказывает о Демосфене. Демосфен был сыном владельца оружейной мастерской. Семи лет он осиротел, унаследовав от отца большое состояние. Но опекуны расхитили все его деньги. С детских лет Демосфен мечтал стать оратором. Это было непросто. Он рос болезненным ребенком, имел слабый голос, забросив мальчишеские забавы. Демосфен целиком отдался упражнениям в красноречии. Он уединялся в дальней комнате на 2-3 месяца, выбрив себе половину головы, чтобы от стыда невозможно было выйти наружу. Голос укреплял тем, что, не переводя дыхание, произносил длинные фразы. Неясные выговоры он одолевал, вкладывая в рот камешки и так, читая на память отрывки из поэтических произведений. Демосфен выступил в суде против своих опекунов и добился их осуждения.